Песни военных лет прекрасны и незабываемы. В них есть всё – и горечь отступлений, и радость побед, рассказы о боевых подвигах и простой быт солдата. И не случайно в канун празднования Дня Победы ленискузнечане ежегодно собираются на открытом городском фестивале военно-патриотической песни и звучит песенный салют Победы. Открытый городской фестиваль салют Победы проходит у нас ежегодно уже около 20 лет во Дворце культуры и искусства. Учредителем конкурса является управление культуры нашего города. Фестиваль ежегодный, и всегда в нём принимают участие не только наши городские участники, а ещё и с города Сполосаева, с Белова, с ближайших городов. На сцене Дворца культуры и искусства самые талантливые солисты и вокальные коллективы. Традиционно фестивальная программа была представлена в разных номинациях – «Дети о войне», «Любимые песни», «Ветераны о войне» и «Эхо Победы». Этот конкурс предоставляет большую возможность молодым талантам, юным, тем, кто делает первые шаги, принять участие, почувствовать сцену, показать себя. Выступление участников оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли квалифицированные музыканты, а также деятели культуры и искусства Кемеровской области. Фестиваль затрагивает разные возрастные категории – от малышей до старшего поколения. И это очень приятно, что разный возраст поют песни, поют с душой, поют песни патриотические о своей родине, о любви к своей родине, о любви к своему краю, о любви к своей истории, что немаловажно. Поэтому мне сегодня очень приятно будет быть членом жюри. Для меня самое главное, чтобы пелось с душой, пелось с любовью. Песенный фестиваль получился своеобразной музыкальной летописью Великой Отечественной войны и не только. В этот раз участники пели и о подвигах 40-х годов, и о специальной военной операции. В ходе фестиваля были выявлены лучшие исполнители. Они примут участие в галоконцерте, который состоится 9 мая на городской площади торжеств имени Мазикина. Елена Беляева, Павел Желтиков, Риоленинский.